Знакомство с достижениями трудовых коллективов области начинается прямо с порога Центра культуры Витебск. Выставка продукции, достижения предприятия и учреждений Витебщины позволяет воочию убедиться в разнообразии услуг и богатстве производственных линеек. И все это сделано руками жителей области. Уверенно и четко на сцену концертного зала Витебск поднимаются лучшие представители своих профессий в регионе. Люди, которых можно назвать примером, для остальных без самоотдачи и целеустремленности не будет результата. И они своим ежедневным трудом доказывают – нет предела совершенству. За 2019 год более чем на тысячу увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса. В один и два раза количество самозанятых. Дополнительно открылось 46 новых агроэкоусадий. Начали работу 428 новых предприятий и производств. Из них порядка 40% в производственной сфере. Все основные отрасли экономики работают с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж. Обеспечена положительная динамика в социальной и производственной сферах. Ведется реконструкция и техническое переоснащение предприятий. Продолжается модернизация предприятий области, в том числе и открытого акционерного общества «Нафтан». Внимание новополучан приковано к землякам. В этом году представители «Нефтеграда» поднимались на сцену четырежды. Конечно, это событие очень приятное. И сегодня делегация города Новополоцка, участвуя в этих торжественных мероприятиях, конечно, мы испытываем чувство гордости за наших людей. В городе Новополоцке очень много достойных людей, которые бы претендовали на это звание. Самое главное, он должен любить свое дело. Это профессионал на своем рабочем месте. И, конечно же, патриот своего города, который не на словах любит город, а именно доказывает это своим трудом. Свой трудовой путь Андрей Кривоносов начал в 1998 году товарным оператором линейной производственной диспетчерской станции «Полоцк». Вскоре зашагал по ступеням карьерной лестницы. Свою нынешнюю должность начальник товарно-транспортного отдела занимает на протяжении 9 лет. И в этой работе нет мелочей. Четкое руководство, внимательная работа с документами, быстрое реагирование. От исправной работы нефтяной артерии зависит функционирование многотысячных предприятий. Каждый человек должен, находясь на своем месте, должен быть профессионалом, в первую очередь разбираться в сути вопроса, чем занимается. Специфика нашей работы – это оперативное управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов, которое предъявляет определенные требования к принятию правильных и быстрых решений, поэтому максимально короткие сроки. Уроженец постав Алексей Карпук считает свою работу интересной и говорит это совершенно искренне. Алексей Георгиевич – один из 30 выпускников первого в стране набора по специальности технической эксплуатации лифтов. По окончании колледжа выбирал из двух новополоцких предприятий, остановился на новополоцк-лифте и не пожалел. Обрел верных товарищей и нашел перспективы для совершенствования мастерства. Рационализаторские разработки Алексея сократили срок пуска объектов и повысили качество выполняемых работ. «Знаете, работа очень интересная, специфичная, и на ней не соскучишься. Постоянно что-то новенькое. Либо объект меняется, сложность объекта, либо лифт приходит другой, новый какой-нибудь. Разнообразия хватает. Тут приходится поработать и физическим, и умственно, то есть не скучаешь». Будний день старшего участкового инспектора милиции Вадима Марковича начинается с документов. Вадим Иванович служит в милиции уже 8 лет. За это время выработалась определенная стратегия. Неравнодушная жизненная позиция, преданная своему делу, принесла в 2017 году капитану милиции победу на республиканском конкурсе профессионального мастерства. Приз за первое место – новенькое служебное авто. На нем Вадим и отправляется на свой участок в микрорайоне Боровуха. Дорога помогает сосредоточиться и настроиться на продуктивную работу. Ну а секрет успеха прост. «Быть к людям доброжелательным, вежливым, отзывчивым и всегда находить общий язык с людьми, потому что люди у нас все разные и к каждому надо свой подход. Участковый инспектор милиции – это тот человек, который работает непосредственно с людьми, со своим населением. Это тот человек, который должен быть только за них, для них и ради них. Я так считаю». Тяжелоатлет Геннадий Лаптев в представлении не нуждается. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2019 года. Двукратный чемпион Европы среди юниоров. Что особенно приятно для новополучан – воспитанник училища Олимпийского резерва из Дюшор номер один. В его карьере бывали и взлеты, и падения. И всегда Геннадий находил выход из ситуации. Спортивная выдержка и невозмутимость – отличительная черта чемпиона. Первый местный чемпионат Европы. И вообще, в принципе, спортивные заслуги, мне кажется, более эмоциональные. Особенно, когда подходишь на очень большой вес. И после подхода, мне кажется, эмоции зашкаливают. Ну, а тут же спокойная атмосфера. Самое главное – усердно работать круглый год. И тогда все получится. Честование лучших тружеников области стало красивой и почетной традицией. Премия вручается с 2009 года. И за 11 лет ее награждены более тысячи человек, добившихся высоких результатов в разных сферах деятельности. Ирина Шибко, Сергей Пальцев, Артем Табаков, Вектор ТВ.